Привет, мои хорошие! С вами Селена Свой и... Скромняга Крис! Всем привет! Я скромняшка Крис! Да, я всегда никому не даю слова, да. Со мной очень сложно быть в кадре, в кадре одна я, 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 я. Да? Сегодня у нас видео, было или не было, я написала пост в инстаграме. Вот оно. Опа! Пишите, пишите для видео, было, не было, вопрос, что вы хотите знать. И у меня сейчас 117, 119 сообщений, я не знаю, мы разделим это все на два видео. Часть будет у меня, часть будет у Кристины, потому что это будет очень длинное видео. Итак, поехали, по порядку. Если что-то повторяется, то, конечно же, я об этом говорить не буду. Было или не было, что покупали что-то и не хватило денег? Крис, давай, долго не думай, давай, долго не думай. А то самый прикольный вопрос тебе... Такой вопрос просто непонятный. Все, давай, давай, у меня вопрос. Как такое у тебя получилось? Расскажи эту историю, быстро. Просто в наше время такого, наверное, да, не бывает. Всегда можно пойти домой. А что-то было? Я просто... Вопрос многозначительный. Я не понимаю вообще, как ты можешь что-то покупать, и тебе не хватило денег. А, ну тогда не было. Ну ты же должна... Ты же должна знать, сколько у тебя в кармане денег. Правильно, сына? Или как тогда так покупать? Ну, бывает, прикидываешь на одну сумму, а ценники подписаны по другими продуктами. Ты подходишь на кассу, и там другие цены совершенно, а у тебя в кармане 100 рублей. А сумма на 150, потому что продукты были не по теме ценниками. А, все, ну у меня не было. Следующий вопрос. Дрались ли когда-нибудь с кем-то? Крис, давай быстро. Ух ты, я с кем-то дралась? Я Кристинке тоже много узнаю. С кем дралась, быстро говори. Не скажу, почему. В школе с пацанами-то дрались. Я дралась с одной из одноклассниц. Мы, кстати, тогда вот с Кристинкой ссорились, и там вот было дело. Да, с одноклассницей. Нет, я с мальчиками чуть-чуть, не знаю. Кристинка скрытная. Да, Кристинка скрытная. Она боится что-либо лишнего сказать. А были хоть раз проблемы с законом? У меня не... У меня... Я не помню. Ой. Нет, не было. Мы чти в уголовный кодекс. Сына, ты что там кричишь? А ты ругалась с мамой? Было или не было? Естественно, особенно... Особенно по молодости вообще. Ты к нам хочешь, Ая? Так, поехали дальше. Было или не было, что проспала важную встречу? Нифига себе ты! Важную встречу. Насколько важную? Кремень. Ну, для тебя важно. У меня просто не было еще важной встречи. Я просыпала, и это было, ну, очень-очень мало, потому что я очень ответственный человек. И я, конечно, там вообще извинялась, задарила подарками, потом если сильно прям... Ну, прям вообще я там вообще просто... Я не знаю, на колени готова встать, ноги целовать, если я опоздала. Это я атаку. Совершали ли безбашенные поступки? Ой, ты! И что ты делала? Ну, хотя бы даже... Из шартенки в блондинку. Ой, ты безбашенная! Я туда вообще просто безбаховала. Было или не было? Изменяла или нет? Ой! Итак, малого принесли. Так что, было или не было с изменами? Ну, вообще, изменами кому и что подразумевает? Ой, я не знаю, вот это... Духовная или физическая! Всякая! Ну, не было, не было. Ни физическая, ни духовная? Нет. Физическая не было. А у меня было, я рассказывала эту историю, когда я с своему парню. Но я его уже разлюбила, и поэтому я ему изменила. Так это неизменность, ты его разлюбила. Ну, как это? Человек-то думал, что я верная. После этого я всем девочкам рекомендую, чтобы никогда никому не изменяли, потому что это приносит очень много боли и плохой кармы. И лучше сказать все сразу человеку, что если вы его не любите, не хотите... Знаете, что если вам понравился другой парень, то значит все уже. Пусток. Баю-баюшки, баю, не ложись на краю. Итак, следующий вопрос. Было или не было, что вы сильно ругались с Крис, и какое-то время не общались. О, боги. Кто-то знал, кто-то знал, что это было. Я вообще что сказать. А что мы не общались, кстати? Я не... Я... Подожди. У нас был период, что в школе... В школе, в школе... Выдали, выдали. Я сейчас все выдам. Как на духовку. Чтобы потом знали, на какие рычаги там надавили. Да, уже на рычаги никакие не надавили. Я была в детстве, когда... Вообще, я не знаю, дети малые. Короче, мы... Мы же поссорились из-за этих. То, что кто больше подтягивается? Нет. Восемь не так. Короче, у меня история такая, что мне кажется, что... Ну, у нас были еще там... Это уже середина. Девочки и подружки разные. Ну, в общем, да. Было это случайно. Нет. Случайно ты живешь, да? Случайно. В общем, да. Было это у нас очень давно. И, в общем-то... В школе проход... Это переходной период... Возраст был. Как красиво. И мы уже, да, не помним даже толком. Что... У всех, короче, разные версии по этому поводу. Было или не было, что вы в детстве срывали урок? Кристинка была отличницей, послушной. А у меня было, что я срывала... Ну, Василина, а ты что, не послушная? Когда ты срывала? Ой, ну, когда я послалась в учительницу на три буквы. По-русскому. А кто? Анна Ивановна. А за что ты это послала? Просто потому, что я развлекалась, смеялась, смешила людей. Я сделала вот так пальцы. Просто потому, что... Я сделала вот так пальцы. Рассмеялся весь класс. Что-то я помню. Все веселились. Как вот ты так сделала? Она увидела, что все смеются, и выгнала меня, и послала... Она, ну, началась она разговаривать, естественно. Я ее послала на три буквы, она поставила мне два по-русскому, ну, за поведение, короче. А ты не сказала я, на каком основании ее угоняешь? Я же сказала, что ты на юриста пойдешь. И что все так будет. Ладно, дальше. Падали ли когда-нибудь на каблуках при парне? Ну, не падала, но спотыкалась. Я просто... Мне кажется... А может быть, я. Короче, это было давно. В детстве тоже. Было или не было, воровала ли ты какую-нибудь-то очень понравившуюся вещь? Кристина! Я-то понятна, а ты? А ты че понятна? Я расскажу сейчас, давай ты. Да в детстве у Инны украла у куклы ее бантик и платье. Мне очень понравились они. Спустя десятилетия... Десятилетие! Двадцатилетие. Я раскаялась и призналась, но она не помнит уже ничего. А я воровала конфеты. У нас был родственник такой один, но шальный пацан, и он нас учил воровать конфеты. Васька. Я вас учить не буду этому, я до сих пор помню эту схему. Было или не было, что ты жалела о своем поступке? Если да, то что это было? Ну, просто очень много было поступков. О которых ты жалела, да? Мне кажется, это нереально все их перечислили. А я из одних, которые помню, я помню, что я была вообще очень-очень острая на языке. Я сейчас, на самом деле, не тупая на язык. Но раньше я не думала о людях, что они переживают в этот момент. И доводила очень много людей до слез. И одного из своих, ну, он не был мне другом, но был товарищем, как бы, да, с одним взглядом. Я довела практически до слез там человека. Он ушел, и мне было очень стыдно. После этого случая я почему помню? Потому что я стала заботиться о людях, что они чувствуют, что они думают. Был переломный момент в моей жизни, когда я стала на путь истины. Было или не было? Позорилась ли ты в общественных местах? Я думаю, просто я не помню ситуацию, но я думаю, что да. А почему нет? А почему нет? Можно опозориться? Не, ну, я так вот не помню, чтобы я опозорилась, потому что... Потому что ты не жалеешь ни о чем. Не, ну, может быть, кто-то думает, что это позор, а для меня это нормально. Ну, поэтому ты же не о чем не жалеешь, значит, а это философ-то, видишь. Взяла, пукнула, например. Опозорилась или не опозорилась, философский вопрос. Пёрнула в общественном месте. Ну, это же, может быть, кому-то позор, а кому-то это естественно, да? Ну, так что... Было или не было, что вы влюблялись с первого взгляда? Ну, это нормально, что тут объяснять, блин? Я была и не первый раз влюблялась. Я вообще любовь с первого взгляда. Постоянно. Ты была что, вообще еще не видела, уже влюблялась? Да, да. Ты как-то не видела? Это мама, это мой муж, кстати, да. Еще не видела, уже влюбилась, кстати, да. По видео ты его видела? Да. Или вы в темноте начали общаться? Не, ну, мы по скайпу, кстати, не сразу начали общаться. Мы сначала общались по телефону. Сразу по телефону я представила себе дисковый такой. Да, я представила себе мужчину своей мечтой. И он оказался мужчиной моей мечты. Мечты материальные. По дисковым телефонам все, да, я разговаривала. Было или не было, прогуливала ли ты когда-нибудь в школу? Весь седьмой класс я гуляла. Закончила на двойке. А ты прогуливала. Было или не было, что у вас был аборт? Я слышала. Не, не было. Смотри, что считать аборт. Моя первая беременность, это мой Денька, а у Кристинки все еще впереди. А мне еще все впереди. Да. Дальше. Одевала ли ты когда-нибудь что-то шиворот на выворот или наоборот? Да, было, было. Подожди, шиворот на выворот или наоборот? То есть, или правильно шиворот. Или наоборот, правильно, да, да. Да, конечно, было, было. Много раз было. И знаете, я раньше думала, что сразу битая, будешь переодевала все. Ну, это до того, как я... А вот на самом деле, надо наоборот почаще одевать шиворот на выворот, потому что никто не сгладит. О, нифига себе. Давайте наизнанку все ходить. Счастливыми будем. Попадали ли вы в такую ситуацию, что человек выставил вас в плохом свете? Все ему поверили и отвернулись от вас, даже не слушая вашего мнения. Давай, на разводри. Даже не слушаем. Давай, Крис, быстрее. Два, три. Да как это, не слушая нашего мнения. Мать их. Наше мнение закон. Поэтому, те, кто не слушают нашего мнения, идут и лесом, и плевают. Если даже они не слушали мнения, они его увидят в интернете. Да. По видео. Мы еще скажем. Они услышат наши голоса. Ты была когда-нибудь в Абхазии? Я сказала, что долго думаешь, смотря в какой части. Как бы она находится. Может быть, виртуально или реально. Я не доехала. Чуть-чуть. А где ты была? Я собиралась. Я собиралась, кстати, брать билеты, но поехала в Турцию. Я собиралась, но в последний день не поехала. А куда ты поехала? Или вообще не поехала? Я осталась сюда. Были люди о такие ситуации, которые ты никому в жизни не расскажешь. Кроме тебя их никто не знает. То есть скелетик в шкафу, да? Да, я тут тоже думаю. У меня есть, конечно, скелетики в шкафу, но не знаю. Некоторые знают. А может и многие определили. А может и многие. Которые уже не живут. Которых уже нет. И лучше вам не знать. Они попытались это кому-то еще раз сказать. И отправились в рай. Было ли у вас аппендицит? Слава тебе, господи. Это такой ужас, говорят. У тебя были или будут фан-встречи в каких-нибудь городах? Было. Не было. А что ответить? У меня не было. Было и будут. А что ответить? Ты не помнишь? Вот старуха из-за. Да будут, будут у нас. У нас только будут. Не было еще. Будут. В начале лета, в конце весны. Ничего себе, серьезно? Да, готовься. Было ли такое, что вы держали телефон в руке, а сами его искали? Ой, да, постоянно. Конечно. Особенно если выпьешь лишнего. Чая. Под столом начинаешь лазить, а он у тебя просто в кармане лежит. Так. Было ли желание расстаться с мужем? Я даже не знаю, есть ли мне смысл. Отвечать на этот вопрос. Вы знаете. Компрометирующий, подстрекающий вопрос. Когда мы ссоримся с мужем, мы постоянно хотим с ним расстаться. Постоянно. Он меня вечно бросает. Постоянно рвет паспорт. Прямо мне уже сколько раз было. Рвет, идет, восстанавливает, потом опять читает печать. Ты прешь. Да, ну это не серьезно. Мы понимаем, что это не серьезно. Это все на уровне шутки. А, ну вот, бывший муж у меня был, конечно, был. Я и рассталась в итоге. Бывший муж настоящий. Вы мотаете на ус сколько раз. Я деловая мана. Так, так, так. Сыночка. Посмотри, мама снимает. Было ли у вас такое? Идешь по улице и видишь знакомого. И машешь ему рукой, а потом оказалось посторонний человек. И проходишь мимо. Быстро, быстро. Чтоб не заметил. Ну вот у меня, вот да. У меня было такое, что я вообще даже просто бегу, чуть ли не человека сзади. Прям похоже. Я такая там Вася или какая-нибудь Кристина. Ну вы поняли, да? То есть под столом лазит с телефоном, рубьется чай и лазит. А у тебя что было? Да я не помню. Но было, да? Но было. Так, как всегда. Лишь бы поцеловали, скажи, меня. Поцелуйте меня. Было ли такое, что вы падали во сне? Ой, это постоянно. Да, что не сон, то падаю, да? Да. Было ли, что ты работала проводником пассажирского вагона? О, блин. К сожалению, вот чего не было, того не было. Так хотелось, а такая завидная работа. Списывала ли ты в школе? Ну, я думаю, это у всех было. Кристина вообще, да, всегда давала всем списывать. Давала, давала всем списывать. Да. Ну давала, но не всем. Я списываю, не вообще речь идет. Я слышала, что давала, давала. Ну давала, но не всем. Я просто помню, как я и не дала. И со мной переставляла. И он обиделся. Они. Они. Их было несколько. Четыре, наверное. Боже мой. Как это называется, когда человека, человека четыре, просит дать тебя им списать? А я... Было ли у тебя такое, что все надоело и хочется все поменять, вплоть до людей, которые тебя окружают? Не знаю. Очень философские вопросы вы задаете, тяжелые. О, было. Было, было. Было и не было. Нет, у меня не было, правда. Потому что я себе очень тщательно подбираю окружение. И хоть один-то человек есть того, которого я никогда не променяю. Ну, это вот тот период, когда мы с Кристинкой мало общались. Я думаю, что от нас это все не зависит. Это что-то свыше. У каждого своя дорога. Напивалось ли прям до беспамятства, чтобы прямо тебя приносили домой, подруги и друзья? Сиську. Сиську напивалось ли? Прям приносили. Друзья. И кидали под порожек. Подруги. Такие принесли и кинули. Знаете, вот она, она, ваша. Напилась воды. Иди не может. Ну, было такое, что я могла, может быть, на ногах как-то не стоять. Но я очень быстро не возрязала. На ногах могла не стоять, а на четвереньках-то шла. Ну, это в 16 лет первый раз. На четвереньках шла, да. Да нет. Да я про первый раз рассказывала, когда первый раз алкоголь не знала, как пить. А потом не было такого. Чтоб меня кто-то приносил когда-то. А у тебя было, да? Кто тебя носил? Я сказала не было. Ты написала было. Я не было. Ты было написала. Ладно, потом на видео посмотреть. Это только в 50 лет, по-моему, в 60 уже. На видео посмотрим тогда. Да не было такого, мне никто не приносил. Ну и что? Был ли прыжок с парашютом? Я очень боюсь. Да я боюсь. Мне как-то предлагали. Я очень хотела, но мне как-то предложили, и я такая... Смотри, посмотри вниз. И у меня сразу очко заигралось. Ты сюда вниз. А мама очко заиграла. Было ли у вас такое, что вас подставила лучшая подруга? Прям подставила. Я не помню. Прям подставила. Я тоже не помню, что подставила. На деньги кинула? Как-то подставила, что тебе, наверное, плохо потом было. Не знаю, я не могу тоже так сказать, что прям подставила какая-то подруга. Но были очень некрасивые у подруг моих поступки. И с одной вот я перестала общаться. Она меня выставила в некрасивом свете перед какой-то девочкой, вообще непонятно. Потом, которая мне писала. Да, подставила. Подло поступить. Очень некрасиво, что я не ожидала. Потому что мы так дружили с ней, я ее так уважала. Она так была для меня в авторитете. И в один момент просто мы с ней общались как-то по личному. Слила информацию, кому-то там переписки скинула. Вообще очень странно. А у тебя? Я думаю, что не было. Просто с кем я перестала общаться, но разные взгляды появились на то для нас. Но их поступки тоже, наверное, мне не понравились. Была ли ты влюблена в парня-подруги? Ай, скромняшка. Ну, правда, скромняшка. А я была влюблена в парня-подруги. И более того, когда они перестали встречаться, мы с ним прожили два с половиной года. Это, кстати, тот парень, которому я изменили. Она сказала, потому что ты ее предала? Нет, потому что у них не сложилось все. Естественно, она подождала, пока они расстались. Мы с этой подругой дружим. Она подождала, пока они... Это одна из моих лучших подруг. Она все понимала. И потом они даже ссорились между собой. И там, короче, в общем, целая эпопея у нас была. В общем, закончилось все хорошо. Да. Было ли такое, что садилась в другую машину и перепутала свою? Ну, я бы сказала, что... Да. Как-то это... Нет. Такая села, захлопнула дверь и едет. А потом... Ох, это же не моя машина. Или такое, что вы тратили большую сумму денег неосознанно. Типа цыгане. Цыгане? Цыгане завораживают, а ты неосознанно тратишь. Так что ли? Такие. Ну, я слышала такое, что бывает вот на рынках. То есть ты такая ходишь, как зомби. Я все осознанно тратила. Все же. То есть все покупки. Ты приходишь домой, смотришь, нахер я это купила. По-моему, я тебя постоянно это слышу. Не, ну это осознанно я все покупала для чего-то, а потом я прихожу... А мне кажется, имеется в виду, что вот... Ну, вот это неосознанно. Не так же, что прям совсем неосознанно. Да нет, ну я же думаю, когда я покупаю. Как я могу сказать неосознанно? Я за все отвечаю, но бывает я делаю плохой выбор. Это разные вещи. Это у тебя было не водку. Нет, если исходить с такой точки зрения, как Селена сейчас рассказала, тогда да. А если исходить, что хочется потратить, то... Ты че мне толку? Тратишь. Было ли такое, что падала с кровати в детстве? Эй, дитё, дитё, отпусти кровстину. Ну, с головой вроде все в порядке. Было ли такое, что судьба разводила тебя с каким-либо человеком на долгий срок, а потом снова сводила, а потом снова разводила? Это судьба? Ну, понятие долгое, это же очень относительно, да, небольшое, и... Ну, я не думаю, что это судьба, это просто иногда бывают глупости, когда человек просто... Либо из-за глупости какой-то расстались, да, опять же, глупость, да, либо они расстались по правильным вещам, но снова сходятся по своей дурости, потому что привычки, страхи и всякое. Я думала вообще с любым человеком, вот из-за парней, сразу... Я если надолго расстаюсь с парнями, то потом уже не так ты общаешься, уже просто, ну, как бы, привет пока, и надо всех прощать, и... Уже не так общаешься. Надо всех прощать и просто держать себя подальше. Да, здрасте, до свидания. Было ли такое, что вы красились маминой косметикой, когда были маленькие? Естественно! Было ли такое, что ты перепутала людей, хотела сказать что-то одному, а сказала другому, если и было, расскажи. Ну, не расскажу. Не, у меня такого не было. Я всегда знаю, что я кому рассказываю. Иногда я просто могу рассказывать то, что не нужно рассказывать всем. Поэтому я никогда не прошу... Не хочу, чтобы мне секреты сильно-сильно-сильно рассказывали. Я могу просто проболтать. Было ли такое, что нравился учитель в школе или препод в универе? Прям сильно-сильно-сильно? Прям очень. Раз, два, два, три! Да! Было! Я вспомню. Я даже могу сказать. Кто? Мне очень нравился Василий Кондратьевич по музыке в школе. Я даже ему как-то подходила и говорила, вы так похожи на моего папу. Ну, вы знаете, что маленькие девочки все ищут... Труба. Фамилия от рук. Да, ищут себе это... Похожего на папу там или еще что-то. Ну, он был очень добрый, классный. Я прям от него хунатела. Ну, маленькая была. Да, он всем нравится. И мамам наши... Ну, не моей. Ну, скорее никак. Мужчина я прям была влюблена. Я так в учителе и не была влюблена. Ну, Силикон Драйча я помню. Классный учител. Было ли такое, что за тобой ходили в каком-нибудь магазине по пятам? Как будто следили, чтобы ты ничего не украла? Мне кажется, что за мной постоянно ходят. Как только ты заходишь в магазин. Идет, и идет. Ну, потому что ты сразу, знаешь, ты заходишь и сразу думаешь, точно что-то хочет стрендындить. А я сразу прижимаюсь. Агрессивно сразу прижимаюсь. Нет, нет, ты такая за стойку сразу такая и выглядываешь, короче. Ты такая нет, нет, знаешь, находишь детский магазин, берешь игрушечный пастолет и прячешься, короче, по углам, там свимишься. Было ли такое, что случайно изменили любимому? Любимому кому? Любимой игрушке. Я ее выкинула, порвала, я ее выкинула. Было. Вообще, у меня не было такого, чтобы я случайно изменила. Вообще, мы с Кристинкой обсуждали. Я просто помню, как мы с тобой шли, 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 шли по дороге. Хера, случайно изменили. Средь бела дня. Да. Как такое возможно? Изменили и пошли дальше. А кто, вообще, вот мне интересно, кто-нибудь как-нибудь случайно изменил? Случайно. Это как, случайно? Я вообще не могу понять. Не хотела. Пошла. Ну, это тогда не случайно, это насильно. Нет, ты когда случайно изменила, случайности не случайно. Нет, ну вот случайно, знаешь, это какая-то отмазка. К мужу можно прийти и сказать, прости, дорогой, случайно. И муж так же придет к жене и скажет, это случайно получилось, я не хотела. Случайно ребенок получился. Случайно ребенок, случайно изменил. Я случайно забеременела. Случайно убил. Все случайно. Да нет, не было такого. Сразу смягчающие обстоятельства, простите. Кстати, да. Как у вас там, смягчение это? Вот если приходит, убил. Я случайно убил. У вас есть как-то смягчение какое-то там? Случайно. Что это слово? Такого откажения? Нет такого вообще слова. Случайно. По неосторожности есть. Но это тоже преступление. Я изменила мне... Да, кто будет собираться отмазкой, это... Я по неосторожности. Я по неосторожности изменила. Было ли такое в детстве, что родители послали, например, за молоком, а ты купила конфеты и еще что-нибудь? И не пришла домой, испугалась, что побью. И несколько дней не была дома, да? И пришла с перегаром. Ой! Не было, не было. Я была очень хорошей дочкой, и я никогда ничего лишнего не покупала. Ну, может быть, мама скажет другое. Ну, я не помню, я не помню. Ты будешь показывать бумажку или нет? Я купила что-то другое, нет. У меня... Я знаю, что кровно заработанные деньги я потрачу на свои нужды. Как? А вот как раз было ли такое, что ты купила какую-то дорогую вещь в магазине, а потом об этом жалела, ведь вещь разнравилась или еще что-нибудь? Вообще четко было. И у меня было. Даже помнишь. У меня первое, вообще часто только бывает, но первое, что всплывает, это я, ты не помнишь, принесла платье за 15 тысяч в этом, скажи у тебя, плащ. Каран Миллиан. С Каран Миллиан принесла платье дорогучее и еще что-то. А Селена говорит, Крис, ты что, вообще больная. И я его на следующий день пошла и сдала обратно. Так это было 10... Ну, оно было красиво, но сумма... Это в Москве было? Да, но сумма, извините, там оно что-то за 12 или за 15 тысяч, тряпка там. Это было 10 лет назад. И Селена говорит, ты что? А я помню, что я тоже только приехала в Москву, но не так давно, уже год, там может быть полтора прожила. И я купила себе за 45 тысяч, это вообще первая, самая дорогая была моя вещь. Такую шубу, но она как... Шуба мне нужна была на зиму. Шуба-дуба. Но она была не шуба, она была просто... Шуба-дуба. Тоненькая накидка. Шуба-дуба. Из... Дуба-дуба, да. Она была из кролика под лесу, я не знаю что, но она была очень красиво, стильная. Из кролика под лесу. Но она даже не застегивалась, она была просто на тоненьком ремешке. За 45 тысяч я пришла, промерзла один день в ней, и потом, ну, девчонкам говорила, они говорят, да пойди сдай, поменяй. И в итоге я сдала ее... А то есть тоже нашлись девчонки хорошие. Да, сдала ее также за 45, мне отдали денежки. И я купила себе нормальную шубу, которую долго пронесла, она была очень шикарная, за 30 тысяч. И за 15 купила себе классный теплый костюм, который тоже проносила, не помню, фирма какая, но тоже очень хорошая. Была ли настоящая первая любовь, в каком возрасте? Ну, понятие любовь у всех разное, в общем... Понятие у всех разное. Да, я думала, было, а как это не было? Ну, настоящая первая любовь. Для меня то, что настоящая, то не было. Вообще никогда? Ну, мне кажется, сейчас с мужем настоящее. А то, что было до этого, все не настоящее. Так, а что ты говоришь мне? А, ну в каком возрасте? 29. А мне говорят, что если у меня есть разум, значит, я вообще не любила. Но я считаю, это не так, я любила. И у меня есть разум. А многие говорят, что любовь это когда ты разум отключается. Я так не считаю. Ты разумный. Ты вообще разумный. Все, последний вопрос. Были ли у вас совместные поездки куда-либо, а куда вы ездили, если да? Только давно, куда? А что много, куда? А где мы были? Мы в Москве были. В Москве, в Краснодарском. Новороссийске. Новороссийске. Вот здесь еще. Еще впереди. А, Лазаревска. Были? Что-то знакомое, подожди. Лазаревска. Да, были, но это... Короткие шорты, умчали, никому ничего не сказав, а нам звонят. А, да, 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 это было в мае или апреле. Я не помню, но было нормально. Мы не купали? Нет, мы не купали. Короче, много где были, уже не вспомнился. Итак, мои хорошие, мы ответили на вопросы, но еще очень много вопросов осталось, потому что здесь у меня 122 вопроса просто. И мы решили снять второе видео на канал Кристины. Поэтому, если вам интересно продолжение, и вы не увидели еще свои здесь вопросы, то переходите по ссылочке внизу, Кристине на канал, и мы вторую часть выложим там. Всем пока! Спасибо за вопросы, крошки. Вы очень активны, я вас люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok